Привет! Эээ, Трибуарн! Друзья, на днях, как вы знаете, вышла шестая серия Адского Босса, реакцию я на неё уже сделал, ссылочка, возможно, появится где-то вот здесь, обязательно посмотрите, если ещё не видели. И, видимо, в честь этого Содерлинг решил записать ролик по этой вселенной, видосик называется «Истинная сила демонов отеля Хасбин и Адского Босса». Давайте этот видосик посмотрим, я уверен, что я узнаю что-то новенькое и интересное про эту вселенную, очень мне она нравится, мультики прям восхитительные, нарисованы красивые, сценарии хорошие, музыка там тоже просто шикарная, с нетерпением жду продолжения Адского Босса, ну и, естественно, отеля Хасбин. А теперь давайте посмотрим вот этот видос, уверен, он будет офигенный, как и обычно. Погнали! Всем привет, с вами Содерлинг. Здарова! И в новой шестой серии Адского Босса нам впервые показали истинную демоническую форму столоса. Это да, и это было просто мега эпично. И его невообразимую в этом образе мощь. Создательница мульта Вивьен Медрана. О, теперь я и увидел, как она выглядит. И до этого говорил о том, что он в разы сильнее того же Алластера, и вот мы наконец смогли этого очи и улицы зреть. Но даже столос не ровня таким демонам, как Осмодей, Мамон, Левиафан, Вильзеву, Сатана и Бельфигор. Этих шестерых мы еще ни разу не видели в сериале, но со слов Вивзепоп именно они правят адом, бок о бок с Люсифером. Да интересно, мы когда-нибудь увидим их в мультике или нет? Отцом Чарли и сильнейшим из всех демонов. Сегодня я расскажу вам об истинном обличии демонов и на что же способны худшие из худших адских отродий. Но прежде чем мы начнем, если вам не хватает памяти на компьютер... Так, давайте немножечко мотнем, наверное, рекламоньку. Совсем чуточку, так, где она? Вот здесь, отлично. Ссылочка в описании. По первым сериям могло показаться, что Столас всего-то обычный претензиозный аристократ, но согласно офис... Ну, обычно, когда показывают нам вот такого вот чувака, то, скорее всего, за вот этой вот надменностью и, так сказать, простотой, можно сказать, да, скрывается что-то большее. И вот мы в шестой серии увидели то, что он просто адски силен. Ну, типа, адское отродье, адски силен, вы поняли, каламбурчик, да? В специальной иерархии со стримов и всепоп, демоны Гаэтии находятся выше любых грешников и абсолютно всех оверлордов, включая Алла, Стара, Валентина, Вокса и Вельвет. Арс Гаэтия, согласно гримуару Малого Ключа Соломона, насчитывает 72 демона. При этом все они мужского пола. И ни Стеллы, ни Октавии в этом огромном списке нет. Потому их силу на данный момент оценить вообще невозможно. Но вполне вероятно, что спустя столько времени сотворения легенд о демона Гэтии они успели бы размножаться, и их численность уже значительно превышает их первоначальная... Хотя, подождите, как они будут размножаться, если они все мужики были? Количество. Почкованием, что ли? Тем не менее, согласно оригиналу, Стоас лишь 36-й демон из этого списка. Один из самых непримечательных. Но вы только поглядите, на что же он способен. Если один из самых непримечательных, но способен на такое, то я боюсь узнать, что же может сделать чувак с первого места. Даже без гримуара Стоас, обладая телекинезом, способен одним взглядом превратить противника в камень, завладеть телом жертвы, управлять трупами мертвых людей и появиться в человеческом мире в обличии духа. Это просто очень жутко было в серии. Именно поэтому сперва были видны одни лишь его следы и тень, а вокруг, в присутствии мощного духа, витали мониторы. Однако же стоит отметить, что появиться на Земле физически так запросто Стоас не может. Этому демону необходимо либо же создать портал в конкретное место, либо его напрямую должен вызвать некто из людского мира. Потому, ради того, чтобы помочь своему любимому Блицу, Стоас пошел на хитрость. Управляя трупами мертвых агентов, он вырисовал на Земле пентаграмму в виде собственного сигила, который мы уже не единожды замечали на его гримуаре. А затем, завладев телом женщины, Стоас сам же себя призвал в людской мир. Наконец-то... Вообще, блин, хитрец, ахахах. Сказавшись здесь, демон обрел свою истинную форму, чтобы напугать людишек. Облик могучего жуткого филина, от которого таки веет мощью и силой. И еще с выхода... Вообще, когда я вижу вот таких вот сов или филинов, на меня мурашки нагоняют. Еще с времен аватара, наверное, когда там был филин в библиотеке. Он был прям мега жуткий. Из пилотного эпизода от Эля Хасбин, Вивьен на стримах рассказывал о том, что у каждого высшего демона есть своя истинная форма. Например, мы уже могли видеть небольшие изменения во внешности Чарли во время ее песни. Когда девушка встала на пентаграмму с сердцем, ее чрезмерно охватили эмоции. Глаза загорелись красным, зубы стали острее. На голове выросли здоровенные рога, а все вокруг охватило пламя. Но это был лишь мимолетный эффект. Уже через секунду она вернулась в свой привычный облик. Все, что мы наблюдали... Я даже не замечал от этого. ...лишь начало трансформации. Истинная форма Чарли в разы страшнее и могущественнее. Ну еще бы. Неспроста в иерархии она находится выше даже семи смертных грехов. Ни хрена себе. На старых концепт-артах, нарисованных самой же Вивьен, также можно увидеть истинную демоническую форму Энджел Даста, в которой он, наконец, действительно становится похож на жуткого адского паука. Но наш Энджел... Прям ужас. Ужасно выглядит на самом деле. Обычный среднестатистический грешник, поэтому его истинные облики в сравнении не идут с более высшими по иерархии демонами. Также нам показали начальную трансформацию Аластера в его истинный облик в официальном комиксе радио... А, еще есть и комикс. Ждем на русском языке. Не знаю, может какой-нибудь Камильфо издаст. Демоня. Как можно заметить, Аластер стал значительно выше. У него начали отрастать оленьи рога, глаза почернили, а зубы стали острее. Какая жесть. Почисти зубы, чувак. Подобную же его форму можно заметить и в рассказе Веги о первых днях Аластера в аду. Однако же окончательную трансформацию в его истинный облик во всем его великолепии, скорее всего, можно улицезреть в начале сепид истории. До того, как Адр сожжется позади Аластера, можно заметить размытое ничто с абсолютно такими же оленьими рогами. Жуткое чудище, которое уже нисколечки не похоже на знакомого нам радио демона. Скорее всего... Да, он, блин, и в своем вот этом вот обычном типа облике немного нагоняет жуть, если честно. ...вот такова его истинная форма. Но даже в этом образе он не способен сравниться по силам со Столосом. Ведь Аластер все еще лишь грешник, пускай и невероятно могущественный. Но даже Столос далеко не самый известный из демонов Малого Ключа Соломона. А кто самый известный? Я просто не шарю. И даже близко не самый сильный-то. Старшими среди демонов Гретии считаются Беллио, Беллит, Габ и Асмодей. Ну вот только Асмодей я знаю, всех остальных первый раз слышу вроде. Беллио в Библии считается сильнейшим падшим ангелом, превосходящим даже силы Люцифера. Нифига себе, серьезно? Прикольно. А почему тогда он не правит адом, например? Он одним из последних пал с небес, а до восстания против Бога считался более достойным ангелом, нежели Уриил. Нифига. Интересно. Интересно. И в этом его сила. Гаапа же можно назвать демоном знаний. Чё это у него там за ноги свисают? Он способен как наделить ими людей, так и полностью их отнять, сделав человека абсолютно неосведомленным ни в чем. Способен чему... Ну просто тупым. ...года научить и знает абсолютно верно и точно, что было в прошлом, настоящем и будущем. Интересно. Столос же в первую очередь является астрологом и астрономом в мире демонов. Он знает созвездия, способен по ним ориентироваться, знает лучшее время проявления урожайной луны, например, и так далее. Интересно, но на самом деле прям не очень сильные способности, как мне кажется. Но в сравнении с другими демонами Гэти, роль его не столь уж велика. Ну да. Асмодей же, четвертый из старших демонов Гэти... Ты жутко выглядит, чувак. Согласно канону отеля, Хасбин не просто один из 72 принцев. Он один из семи смертных грехов. Демонов, которые по силе практически равны самому Люциферу, владыке всея ада. Как же так вышло, что он оказался и среди демонов Гэти, и среди семи смертных грехов, спросите вы? Все дело в том, что Вивзипо пришло в своем мультсериале объединить множество самых различных мифов, легенд, сказаний и религий. Просто решила сделать свой канон, а почему бы и нет? Типа, это ее творение, что делает, то и хочет. Что? Что хочет, то и делает. Библию, Тору, Коран, демонологию, гримуар малого ключа Соломона, Бенцфельдовскую классификацию и все, что только можно. Блин, интересно вообще. И истории в них разные-то, а имена одни и те же. И осмотей, как один из известнейших демонов, встречается везде и в совершенно разных проявлениях. Однако же, каков он будет в отеле Хасби на Адском Боссе, мы уже знаем наверняка. Я вам его показывал уже в своем прошлом видео, где рассказывал я о семи принцах, их обязанностях, о строении ада, всех кругах и о том, как все здесь работает. Так, у него, значит, есть еще ролики по отелю Хасби, давайте под этим видосом берем 10 тысяч просмотров, ну и тысячу лайков, и будет реакция еще на ролик от Содерлинга по Адскому Боссу, ну и отелю Хасби, естественно. Если не смотрели, гляньте, там много чего интересного. Обязательно. Чтобы по новой все это не пересказывало, вы были в курсе. А сегодня я хочу поговорить именно о способностях семи смертных грехов, ведь это семь самых сильных демонов отеля Хасби, не считая Чарли и Лилит. А с Мадеем мы увидим уже в ближайших сериях Адского Босса, он властвует над Кольцом Похоти, и пристрастие у него соответствующее. Согласно сказаниям, он заставлял супругов друг другу изменять, разрушал браки, а девственниц делал уродливыми, чтобы они никогда не познали любовь. Ну и козлина. Кроме того, Асмадей навевает людям азарт, именно его считают распорядителем всех игорных заведений ада, что также подтверждается в трейлере первого сезона. Есть даже трейлер, не знал. Принц Похоти очень наслаждается местью. Он никогда не упустит возможность разжечь злобу или помочь придумать жестокие планы мести. Одна из его главных способностей это само разрушение. Он владеет всеми его аспектами. Способен... Блин, сильный чувак, видимо. ...разрушить как здание, город, так и любой брак и всю вашу жизнь. Офигеть. Далее Мамон, принц жадности, который растляет людей богатством, насаждает им аучность и заставляет их сражаться за драгоценности и деньги. Он самолично способен... Мерзость. ...легко и быстро выискивать серебро и золото в недрах земли. Блин, везет ему, вообще хорошая способность, я бы то, что хотел. О его силах мало что известно. Однако же во многих сказаниях упоминается, что его магические способности затмевают физическую мощь. Но Мамон один из слабейших смертных грехов. Однажды в далеком прошлом он проиграл Асмодею, пытаясь того свергнуть, и до сих пор за это расплачивается. И хоть формально Мамон правит кольцом жадности, именно Асмодея здесь всем руководит. Именно поэтому в трейлере... Заграбастал себя два кольца. ...мы видим физароли на плечи Асмодея, несмотря на то, что этот клоун является подчиненным Мамонам. Бельфи Гор. Он властитель кольца лени. Однако же, несмотря на это, именно он является демоном научных открытий и изобретений. Это как вообще сочетается лень и научное открытие? Хотя на самом деле как раз таки же лень, типа двигатель прогресса. Камон. Он обожает ссоры и конфликты, и с радостью содействует их возникновению. Бельфи Гор обучил людей создавать оружие и применять его. А также именно он направляет политиков. Вот такое он зло. Бельфи Гор типа помогает человечеству в технологическом развитии, но лишь для того, чтобы распространять по миру лень. Короче, основная его сила в изобретениях. Следующий принц Вильзивул, правящий кольцом Чревоу... Есть вероятность, что сей таинственный демон это и есть Вильзивул. Очень уж он подходит под его описание, но это лишь предположение Оф-Нфы по этой теме пока нет. Годи. Один из сильнейших... Подождите, Чревоу Годи? Следующий принц Вильзивул, правящий кольцом Чревоу Годи. Один из сильнейших семисмертных грехов... Ну он только жрет, почему он тогда сильнейший? ...вступающий по мощи лишь Люциферу. Неплохо. Всего увечно голоден, а питается он болезнями, которые сам же и насылает. И потому другое его имя, Повелитель Мух. Ведь эти маленькие существа на протяжении веков помогали ему разносить заразу по всему миру, чтобы он мог насытиться пораженными чумой деревнями. Кругом гнева, согласно все той же бенцфельдовской классификации, которой придерживается Вивьен, правит Сатана. Да, во вселенной Талехасбен Люцифер и Сатана это два разных демона, что создательница подтвердила на одном из своих стримов. Из-за того, что Сатану часто путают с Вильзивул и Люцифером, называя его даже самим дьяволом, трудно о нем сказать что-то конкретное. Он самый таинственный из верховных демонов. Питер Бенсфельд на Косте Вик... Из-за этого, наверное, становится самым интересным. Косте, которого Вивьен основывается, называет его обманщиком, а также описывает как дракона, древнего змея, которого называют дьяволом и сатаной. Но в старой анимации Вивьен он изображен в виде некоего буйвола или зубра. Что-то он какой-то милый. Следующий Левиафан, принц зависти. Зачастую его изображают в виде громадного морского чудища. А это, оказывается, демон? Ни хрена себе не знал. Я думал, вот как раз-таки Левиафан это какое-то морское чудовище. Невообразимых размеров. Вытянутое тело, прочная чешуя, две челюсти, десять рогов... Две челюсти? А где вторая? А, ну нижняя и верхняя в смысле, да? У всех же две челюсти, нет? В клыки и зубы люди приписывают этому мустру все самое страшное, что только можно представить. Никакому человеку, ни даже целой армии его не победить. Он... Ктулха какой-то был там перед этим. Практически неистребим. Ему не страшны пули, ножи, кислотное оружие и даже болезни. Он способен превратиться в любое существо. Хоть летать в космосе, хоть плавать в океане, легко приспосабливается и к жизни на суше. Так же Левиафан обладает даром всевидения, что позволяет ему видеть потусторонних существ, как из мира тьмы, так и божеств. Но выше всех стоит Люцифер, принц гордости и правитель преисподней, падший архангел. На небесах Люцифер был высок и невероятно красив, потому ужасно горд собой. А большой талант и ум... ЧСВ. Данные ему богом, взрастили в нем силу. И из гордости и невероятного самомнения он начал сравнивать себя с богом. И внезапно возомнил, что сможет гораздо лучше править небесами. И попытался покорить их в Великой войне. Но был низвергнут по землю, где стал правителем ада и главным... Хотел править. Правь, только не тут. ...противником бога. Со слов команды Вивьен, в сериале он будет играть роль такого веселого дурачка. Однако же при этом он обладает невероятной мощью и... Так же как Стоулс, короче говоря. ...силой, которая и позволяет ему держать всех демонов в узде. По словам Фаустес, бывшего иллюстратора Отеля Хасбин, у Люцифера есть крылья, позволяющие ему летать. А так же он, как и все остальные демоны, способен обрести иную, свою истинную и реально ужасающую форму. Хотелось бы на нее посмотреть. Со всеми этими персонажами нам еще только предстоит познакомиться в будущих сериях Отеля Хасбин и Азского Босса. А если хотите более подробное видео о Люцифере, давайте наберем 45 тысяч лай... ...очень хочу и надеюсь, мы соберем, друзья, лайков. И подпишитесь прямо сейчас на канал. У меня тут полно видео... Видос вообще... ...ел по Хасбину. А, там их даже очень много. Блин, значит мне выбирать и выбирать, если мы наберем 10 тысяч просмотров. Боссу. А с вами... Можете предлагать, кстати, в комментах. ...был Содерлин. Спасибо за просмотр и пока. Видос, короче, получился прям мега офигенным и мега интересным. Как я уже сказал, мне вообще интересна вселенная Адского Босса. Немного Содерлинг нам пролил свет. Немножечко разобрал даже шестую серию. Прям очень классно получилось. Жду продолжения. Насколько я помню, последняя серия у Адского Босса осталась. Потом еще два сезона, если я не ошибаюсь. И Отель Хасбин тоже хочется продолжения как бы увидеть. А то слишком долго его нет. Хотя я его только недавно совсем посмотрел, наверное. Сколько? Несколько месяцев назад, короче. Но в любом случае, видос офигенный и мульты просто восхитительные. Огромное спасибо. Огромное спасибо Содерлингу за его контентик. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами как всегда был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.